здравствуйте ребята сейчас я вам покажу у кого в гостях я нахожусь и это дмитрий гутов вот человек чьи лекции я очень много смотрела и вам много про них рассказывала и даже немножко пересказывала и мы сейчас пришли к художнику к искусствоведу в гости я вам даже могу рассказать дмитрий вы мне скажите что можно показывать или нет нет можно все смотрите пошли здесь такое пространство здесь сразу же арт-объект и такого и большие окна и творческая атмосфера и холсты класс и тишина в которой можно творить вот смотрите это немножко такие за кадром слэбы куча холстов полина пойдем ассистент я говорю мастерская мечты просто что-нибудь нужно мы будем стоя сидя как как хотите может не руководить абсолютно давайте можем вот мне сейчас нормально я настолько сейчас короче руководить процессом да я смотрела вашу лекцию для основа я пересмотрела несколько раз и мне настолько волнует этот вопрос на который я не могу найти ответ в принципе для себя уже то что определила но мне как вы как эксперт не хочется чтобы вы это озвучили вот например вы рассказывали в этом видео про современное искусство приводили примеры и самом начале видео вы задали очень хороший вопрос этот вопрос был в том что но почему людям хочется смотреть вот на эту мазню то есть вот классную мысль вещи сказали что люди существует такое мнение что люди разучились рисовать но это мне не ошибочно потому что многие выпускники серьезных таких художественных факультетов рисуют великолепно волшебно да но тем не менее они не могут ничего как бы рассказать что-то интересное что-то такое и вот этот вопрос почему людям грубо говоря нравится смотреть на эту мазню на какую-то такую абсурдную хрень да вот как вы думаете я пересмотрела когда сказали есть вопросы взяли я думаю неужели никто не спросит именно вот этот итог этот вот выиграть главный вопрос да потому что ты спрашиваешь это главный вопрос почему довольно странно особенно когда приходишь на выставку ну современного искусства бина как это ферр то поражаешься собственно как-то мусор лежит еще что-то и люди приехали из других вообще концов земного шара что собственно хочешь посмотреть на мусор но нашел там до любую силу на пол на паузу забрызгана чем не куда-то музей ходить но я бы начал знаешь откуда был такой старый советский фильм уже никто я думаю не помню по моему он назывался девушка с гитарой что ли суть такая там как-то девушка работала продавала пластинки продавала пластинки конец 50-х середина 50-х годов и и люди подходят спрашивают ее чтобы она пока порекомендовала какую музыку слушать и подходит по моему витцин играет этого героя и он говорит вот я ищу такую песню вот найдите мне такую песню где было бы рассказано как молодой человек познакомился с девушкой как он рассказывает всю историю своей жизни и он ищет такую песню ему хочется чтобы он услышал историю своей жизни но в песне и собственно это очень хороший ключ к пониманию искусства мы хотим увидеть нашу жизнь нашу жизнь но преобразованную искусством то есть мы хотим увидеть себя мы хотим увидеть свое отражение но не так как мы увидим и с утра встал и макияж и все такое вот а ты хочешь увидеть как ты себя благорожен так вот современный человек видит себя и свою жизнь в современном искусстве он видит но когда ты видишь этот мусор на улице тебя это раздражает когда ты приходишь в музей и ты видишь что это от современный музей это супер пространство дорогие там постройки новейшими материалами отделаны лучших архитекторов потрясающие стены потрясающие окна кондиционеры видео аппаратуры и мусор лежит этот мусор приобретает только твоя жизнь в этом контексте приобретает совершенно другое значение она становится ценностью то есть ты некоторым образом примеряешься со своей жизнью это форма форма но как я себе это понимал форма некоторой психотерапии то есть ты едешь на работу в пробке мне к счастью не надо я работаю не выходя на этом не выходя из дома на чек вот я так утром иногда смотрю пробка полтора часа человек едет на работу там занимается 8 часов да я бы сдох если бы пять минут этим занимался там какие-то бумажки перекладывать что-то продает свой стиральный порошок выводит куда-то жизнь ужас ну то есть я это воспринимал как ужас он тоже это воспринимает как что потом там две-три недели где-то на море съездить а 360 там где в году как куда-то отрезали на помойку выкинули а когда он приходит музей ему гордыни твоя жизни ужас посмотри как она обрамлена как она как бриллиант в какой-то невероятной совершенно праве вот все эти консервные банки которыми ты занимаешься и и вот в этом чудо а в классическом искусстве человек находит воспоминания о лучшем мире как он был когда-то или как он будет но там себя не видеть сегодня вот это вот он узнает себя в мусоре в концертных банках в абстрактной мазне он в этом себя видит свой портрет дмитрий согласны ли не то что согласны вы уже тоже озвучивали когда пикассо сказал что все что было после эпохи неолита все было полиолита деградация до двадцатого века не ну да ну до его времени после это мир и все упадок да вот еще можете это прокомментировать потому что мы тоже размышляли на эту тему ведь в какой-то степени но это такое сильное отрицание человеческого пути но и этот путь это часть становления того же искусства пикассо правда же идея у него была дико простая первобудный человек вот как он начинал 20 30 35 тысяч назад оказался гением это поразило все просто как это можно было мы не видим пути чтобы он там может это пропало что с дерева было сделано что-то но мы не видим этого пути чтобы 5 7 10 20 или 30 тысяч лет к этому шли можно спросить вот сразу же вопрос гений в том что человек своей непосредственности то есть он не думал как художественно это изобразить он просто грубо говоря выплескивал то что его волнует то что он видел и делал это с каким-то вот таким вот непосредственным взглядом или как непосредственности я не считаю что непосредственность это важный этот эстетический феномен но тут непосредственных немеряно но мало у кого гениальная работа получается он делал это как художник то есть он умел передавать зверя с невероятным совершенством его пластику его анатомию его движение но все абсолютно он мог схватить образ зверя гораздо лучше чем это делает самая уже 12 про макс не может так схватить образ зверя он может схватить механически но не может так передать его пластику его энергию в этом была гениальность и с точки зрения пикассо дальше то есть сразу уровень был достигнут такой дальше которого двигаться никуда дальше шло техническое совершенствование понятно что первобородный человек не знал перспективу он не мог изобразить как рембрандт мир человеческих эмоций всю эту глубину он не мог передать я не знаю туманные дали какие-то он многого не мог он схватывает суть свое отношение с миром животных и вот для пикассо вся эта рафинированная культура и его углубления он это рассматривает как упадок поэтому ему было важно вернуться к самому-самому древнему архаическому и вообще еще дальше чем примитивнее тем лучше в этом была его идея и смысл его фраз по сути в значительной степени это было отрицание все мировой культуры но это было характерно для авангарда на этом был построен а так просто всю культуру надо забыть и вернуться к самым первобудным архаическим у меня было спасибо вот еще как-то на одном я записывала недавно видео хотела поделиться теми художниками которые меня просто впечатляли один из них был сайт в обле я когда-то была в ловре я просто встала перед его картин даже не знала кто это есть и думала что меня впечатляет вот эта мазня на огромном масштабе я просто себе задавала вопрос вот это какое-то противопоставление что меня так зацепило сейчас даже аж мурашки пошли я пыталась записать это видео объяснить почему в чем может быть крутость этого автора и одна девушка прокомментирована говорит мария а вы не предполагаете что есть вероятность что весь мир деградирует а русские наоборот молодцы то есть мы наоборот не деградируем а мы молодцы сохраняем живопись сохраняем какие-то традиции а весь мир он тупеет и тупеет ну то что мир в целом в художественном отношении тупеет я с этой девушкой некоторым образом могу согласиться при всей моей любви к совету омбле его довольно трудно сравнивать с ванеком анкограмм просто писал так что дух захватывает и можно под микроскопом рассматривать в этом смысле идея что сайт омбле упадок по сравнению с ванеком например это правильный идея идея что мы сохраняем что-то какая-то вот есть цивилизация которая борется со всем миром который пошел не туда она довольно неверная в каком случае мысль этой девушки была бы верна если бы она показала образцы где сегодня та живопись вот которую мы сократили та школа то мастерство но это не техническое можно научить а чтобы это была живопись которая захватывает людей кто идет по этому пути к сожалению те создают довольно пошлые вульгарные псевдореалистические картинки это проблема настоящая так что отчасти очень отчасти я с девушкой согласен но не вижу этой зоны которая противостояла с сайт омбле знаешь что там интересно с сайт омбле я очень пережил встречу с ним по одной причине я в детстве на школе 11 13 все время ходил и смотрел на замазанные заборы там белая стена как раз тогда стало модно строить забор вокруг школ бетонные такие серые бетонные заборы советский власть решил все оградить и на них естественно все рисовали там что-то калякали я приходил домой и старался этим короче я делал такое себе не знаю сарат омбле я воспроизводил то что само создается то что я видела реально это очень точно заметила то что само создается в искусстве очень важно когда нету излишнего усилия вот такого здесь вот само создается это паразитного ты смотришь на эти первобытные работы и такое чувство что это сама природа на стене создала нет этого усилия меня учили 6 лет в академии я это ненавижу я научился на это ненавижу вот можно сразу перебью я например вообще обожаю граффити я настолько это считаю то что вырывается из толпы и то что люди не признают но это же и на самом деле и то что люди делают как вот как свой искренний порыв какой-то вот которые никогда не имели каких-то денег да это же как бы неблагополучные там дети ну как бы семьи и они вот эта толпа пытается как-то себя выразить и вот я это считаю тем самым искусством которое просто рвется из толпы вот как наскальная живопись как какой-то такой искренний порыв как еще что-то это я может быть так добавим то очень делаешь сильно на искренности да потому что мне кажется я просто заметила когда начинаешь думать так как там удивить как там вот эта голова включается какой-то мне кажется все самое лучшее она лежит на поверхности это все очень просто а когда начинаешь может быть это моя какая-то боль что я настолько много анализирую какой-то как маркетолог да что я говорю себе маша ключи мозги ну искусство это не про это это не про анализ рынка это не про там ну как знаете я хочу вас еще спросить про развитие вкусом это не про то как быть в тренде ну то есть это не про это ну мне так кажется и я себе говорю что отпускай будь как бы естественно что-то искренне что тебя волнует ну вот наверное вы правы это моя какая-то такая ты на правильном пути но современное искусство отличается следующее это главный принцип каждая мысль должна быть доведена до логического конца или даже до абсурда которые делают граффити или граффити или граффити я тоже не знаю я тоже не знаю я тоже не знаю так вот которые это делают теоретически да это выплески они особенно нигде не учились ну там вероятно вузы там какие-нибудь возрастные заканчивали но у них в голове уже сидят какие-то образы то есть когда всегда можно найти источник например какие-то картинки из журналов там какие-то машины какие-то девушки даже в шерифтах ты видишь их источники вот этот объемный шерифт там в 3d как будто бы я у всего могу там найти нет там нет образов которые бродились как ты говоришь вот так вот то есть они все равно откуда-то под влиянием чувака им кажутся они не под влиянием высокой культуры допустим там у них нету Репина и Айвазовского но есть вполне мы читаем фэнтези обложки журналов или книжек фэнтези но теперь представь себе если уж говорить само родилось что рабочие строят дом у них там им надо колер подобрать они как пробуют красный вообще вот действительно реально там нет ноль они просто подошли махнули и смотрели правильно поле неправильно жидко разведено густо и ушли и осталась какая-то мазя вот это вот родилось само потому что там ноль было культурных воспоминаний ноль эмоций ноль всего вот это вот то что делается за что мы любим сайт Омли он максимально приблизился к вот этой вот уже это даже бессозналкой нельзя назвать это надела сама жизнь потом там краска поглупилась дождь пошел потом другая бригада пришла что-то намазывать и в результате появилась вот эта вот сложно навороченная поверхность но она появилась органически ее создала сама природа без лишних интеллектуальных усилий в этом смысле граффитисты они вот до такого уровня до такого уровня как тумбли или как вот эти рабочие плюс граффитисты все равно еще как-то это считают немножко искусством ну хоть какие-то потом сейчас уже выставки у них проходит альбомы издаются еще что-то а эти рабочие они же просто проверяли как краска с кистью идет вот и все то есть вообще в искусстве не думать вот это вот уже в этой игре в следующий уровень и вот тогда вытекает другой вопрос очень классное замечание я еще буду пересматривать и думать об этом но вот сразу вытекает такой вопрос а не кажется ли вам что искусство в 21 веке это вот ну может быть что-то но немножко как бы сместился фокус именно вот на это признание на эту подачу вот мы что-то сделали и искусством может рассматриваться вот даже про сайт компли я не хочу там обесценивать еще что-то я просто размышляла я смотрела лекцию Ирины забыла фамилия музей гараж я прям внимательно тоже смотрела слушалась вот она рассказывала сайт но она просто пересказывала факты что вот тогда была такая я все слушалась и думала как бы за что зацепиться где философия ну какая-то вот знаете как фишка понимала что ее в принципе такой вот идеи какой-то нет но сам вот этот вот акт но потом я еще прочитала что сайт Вомбли был в этой тусовке ну как бы топовых художников также он дружил с одним из топовых галеристов тоже сейчас не так да не вспомню так фамилию в общем он был в этой тусовке и его было кому поддержать то есть возможно если бы он это делал просто вот там ну по делу вот да и все а когда это была поддержка но здесь возникает другой вопрос девочка одна написала у меня тоже в комментариях что Мария ну вы же понимаете что в искусстве не все так просто что кто-то вот грубо говоря там дружит с такими людьми в тусовке да кто-то тебя может поддержать поверить тебя в твой арт там или сказать слушай давай там сделаем такой вывоз а кто-то не может тоже но я думаю это же все тоже как человеческий фактор это же это же все зависит от человека какой он создает контекст вокруг себя с какими людьми общается это же тоже как проявление его в мире вот я например там да стесняюсь в галерее писать там еще что-то но это же моя проблема это же я боюсь себя проявить а кто-то не боится значит он вот так вот как дурак идет и вот это же тоже часть его проявления то есть тут вот как бы как-то я тоже размышляла в том году как маркетолог я говорила а если вообще в современном мире искусство это не то что ты делаешь а именно как бы что ли не как ты продвигаешь какой-то вот именно маркетинг вокруг этого но мы привыкли это обесценивать типа фу вот если маркетолог если это маркетинг то это фигня да а тем не менее не каждый же это может сделать это же огромный труд вот я там у меня я закончила высшую школу экономики на маркетинге у меня такой опыт но когда я коснулась то есть в продвижении себя как художника у меня как будто отвалились руки отвалился язык я у меня как бы я вот это все вылезло то есть я как бы ну мне мне по крайней мере стало себя вообще трудно я понимаю какие тут ну вот мы там привыкли того обесценивать как маркетолога но это же сделать такой маркетинг как у себя заявить о себе в мире это же тоже огромный труд и талант смотри ты абсолютно права я знаю что художники делятся можно сказать на две таких группы не берусь судить каких больше каких меньше часть она предпочитает сидеть у себя в мастерской не видеть никого не слышать с миром не взаимодействовать и работать они ненавидят никакую коммуникацию другие вполне коммуникативные люди они ходят в армиссажи галеристы покупатели ну просто другой психотип совершенно наверное тем кто более коммуникативный легче этому человеку действительно который сидит у себя в мастерской в подбале нужна какая-то поддержка и ты права что это часть образа жизни но я в этом маркетинге ничего не понимаю сразу скажу меня бесполезно спрашивать это не мой мир не то что я не учился я вообще вот хоть бы и учился ничего не понял вот но если ты чем-то интересуешься с ракным искусством как в эпоху Туломбли еще чем-то вокруг тебя складывается сама собой какая-то среда ты ее создаешь ты ее формируешь но есть совсем уникальные случаи когда художник не занимается особенно продвижением своих работ вообще вот самый яркий пример это Дюшан если ты слышал ты знаешь который там 14 год сушилка потом 17 год Писсуа главный создатель современного искусства Гера Демейда он вообще сидел всю жизнь игра там в шахматах шахматах переписки и вообще не занимает он он был забыт фактически забыт миром арт-миром на 22-го какое там 62-го ну почти на 35 лет точно на 40 лет потом вдруг какие-то художники обнаружили что есть такой человек который придумал радикальные идеи стали его как-то пропагандировать стали пошли по его пути в этом смысле если ты сделаешь что-то гениальное я верю что ты не пропадешь вот очень интересная мысль потому что смотрите если бы получилось так что эти люди вы не обнаружили то по факту без признания он бы и не был искусством ну грубо говоря без признания без поддержки я вот сейчас тоже тоже об этом очень много размышляю потому что приходят люди ко мне им важно не то что я делаю а то в каких галереях я выставляюсь вот ко мне приходят а в каких галереях а кто то есть им важно не то что по факту я делаю а где я кто меня поддерживает то я продвигаю честно сказать у меня такой бут внутри мне даже как вот маркетологу мне хочется сказать блин да я могу сама галерею открыть сама могу этот имидж ну я понимаете такой человек вот это тоже с моим подписчиком как обезьянка такая я вот у меня такой я умею пускать пыль в глаза у меня это и в то же время у меня сейчас такое то есть я знаю как все это сделано меня это от этого всего воротит то есть я понимаю что у меня вот этот пошло какой-то переворот внутри я хочу быть подстроить по-другому как-то честно хочу ну именно какой-то свой талант развивать но я вижу что вот такой талант особенно с простотой мало кому нужен то есть вот 90 процентов нужен пшик вот этот вот да мы живем правильно характеризируешь наше время оно живет вот такими то что называют хайпами какими-то выбросами эффектами чтобы слава твоя вспыхнула бенгальским огнем вам не важно сколько она будет гореть по времени но чтобы но есть и другая солидарность есть другая среда если ты ориентируешься на количество подписчиков это одно если тебя интересует более профессиональная оценка где там 3-5 человек реально там какой-то художник замечательный у него не знаю 25 человек подписчиков и 7-8 лайков за его пост при этом профессиональная среда знает что он супер а какие-то ориентированные им нужно чтобы было миллионы я хочу миллиард просмотров я некое время назад сидел с одним художником видеохудожником западным и он мы сидим с подругой нам показывает вот мое видео реально миллиард просмотров миллиард ёлл офигеть миллиард ну там я не знаю сотни миллионов ну под миллиард мы смотрим ну чушь мы переглядь с ним казаном чушь собачьем это не знаем что сказать ну вот сработало в каком-то периоде срабатывает ну просто смотри наше время поменяло все тотально галеристы вот то что там еще в мою молодость с кем-то надо было взаимодействовать сейчас есть я не знаю там все эти тиктоки и так далее и так далее выкладываешь картинку либо она нравится либо не нравится да совершенно верно тебе что мне нужно телевидение мне нужны газеты мне ничто не нужно да мне нужен дешевый гаджет сфотографировал свою работу и кинул если она нравится кто-то на тебя подписывается так пошло-пошло это очень объективный процесс очень вот очень тоже классная тема и я ее тоже хотела затронуть например то есть раньше у людей вообще же не было такой возможности им нужна была галерея чтобы показать свое творчество была зависимость теперь у нас есть социальные сети ты выкладываешь и людям это или нравится или не нравится хотят купить да пожалуйста без всяких посредников да и то есть галерея знаете как у меня с галереями может быть я просто попала на такие да действительно я верю что есть люди которые ну у меня было так миша мне там писали пару галерей я вообще в том году завела свой иностранный американский инстаграм не хотела чтобы кто-то из знакомых вообще меня видел хотела попробовать там проявляться как настоящая и я у меня в принципе все получилось но в какой-то момент я полгода назад решила что мои работы недостаточно высокого уровня что я сейчас подниму это будет следующий вопрос да и потом я вернусь и вот я когда начала развивать мне начали писать галереи мы хотим пару работ пришли описания а у меня вот я даже не знаю какое описание то есть я почувствовала какой-то ну какая-то знаете как лицемерие не то что лицемерие какая-то хрень то есть мне нужно придумать давай что-нибудь поглубже вот есть работа и к ней нужно выдумать описание мне стало как-то вообще спротивно даже смешно одна девушка тоже с вами поделюсь как-то увидела мою работу и она говорит Мария я хочу вот такую вот работу и я хочу ее вот в таком размере это было на заказ значит можно ли мне сделать и мне знаете что стало обидно то что на фотографии даже не было видно эту работу то что она была на фотошопе вставлена типа на выставке в галерее там типа стоял ее рассматривал мужчина и она была как бы так под наклоном то есть по факту работа не было видно ей наплевать чего она там получит и я думаю как же она даже не спрашивает есть ли там фотографии ей был важен имидж что моя работа вот там на галерее на нее кто-то смотрит и значит надо брать и ну то есть я это как работает современно да понимаете и я это с одной стороны мне как-то это все возмущает а с другой стороны я понимаю что погнать и сами получают то что хотят даже люди которые то есть они хотят какого-то фейка они не хотят там ну как бы им самим решить нравится это или не нравится ну то есть для меня это такой вот тоже вопрос вот и и хотела еще спросить вот про я начала как бы себя может быть и раньше я когда начинала этим заниматься я смотрела там пару каких-то российских галерей которые занимаются интерьерными картинами и такая вау-вау да потом я как будто вышла из своей какой-то скорлупы начала изучать иностранных художников у меня получился взрыв я поняла что то что я делаю это вообще как бы не туда и я начала поднимать свой уровень я вот полгода как как этот как затворница у меня вот я какой-то этот тоже поняла что немножко не туда ушла потому что это какой-то вот про насмотренность я хотела тоже у вас спросить как вы думаете насколько насмотренность и вкус развитый вкус вообще это как вот связано с искусством нужно ли насматриваться потому что я хотела вот у одной девочки она работает на винзаводе арт-консультант взять консультацию посоветоваться как мне вообще ну там с галереями да как вот но она например в своем посте я увидела она говорит ребята вот топ 20 русских художников на кого за кем я рекомендую следить чтобы тренировать насмотренность и я вот у меня в голове вопрос с одной стороны насмотренность это да хорошо ты смотришь что в тренде и поднимаешь уровень своего арта да с другой стороны вот я себе говорю но это же не про уникальность это же как бы ты говоришь себе что тебе достаточно быть на уровне этих художников но не перепрыгивать их то есть это как будто бы ну вот опять слово искренне не что-то искренне из себя вытаскивать то есть если с одной стороны ты делаешь что-то колхозное да ну такое ну типа ну от себя что-то идейное что отражает тебя и вот это полностью твой путь а с другой стороны ты вот насматриваешься ты как бы в тренде тебя даже могут покупать вот мне кажется вот эта насмотренность это какой-то менее долгосрочной перспективе чем быть вот таким вот дураком который следует своему стилю ну смотри первое я то же самое повторю что я говорю про граффитистов но чуть другими словами я не верю сейчас в существование человека который может вот что-то творить из себя потому что мы живем все окруженные образы мы не мы это есть и человек в лесу где-то он совершеннейший первопутный человек он творит общаясь с природой смотрит как луна восходит и у него пошло-поехало сейчас таких людей нет забыли уже в амазонке они все там ходят в современной одежде и у них тоже какие-то уже гаджеты они могут из лука стреляют но у них уже там мобильный телефон поэтому ты находишься всегда ты всегда насмотрен это надо четко понимать всегда забудь про искренность и истоки зависит от того куда ты смотришь первое абсолютно верно зависит от того куда ты смотришь и дальше когда эта девушка говорила про насмотренность что она имела в виду ты действительно выходишь из-под массовых образов поднимаешься к этим топ условно топ-20 или только российский ты смотришь топ-20 в мире кто-то сейчас 50 в лучших в мире но дальше если ты художник ты преодолеваешь все влияния просто это твоя внутренняя сила если ты на тебя это сугестия в силу воздействия влияет ты попал под счетом влияния пошел по этому пути подстроился для него успех типа ледоком прошел и я как-то за ним проскользну ну дальше насмотреть так чтобы выйти на слой уровень то есть тут важно не останавливаться то есть тут вопрос в том сможешь ты преодолеть или не сможешь но я бы рекомендовал я верю в то что лучше знать много для преодоления потому что если ты знаешь меньше ты все равно попадешь под чьим-то влиянием все равно этот человек он про Ван Гога что-то он уже слышал ну покажи мне человек который не слышал про черный квадрат ты замучаешься его днем со днем искать правильно? он уже что-то слышал это надо преодолеть через еще больше влияния еще больше влияния и выйти туда где уже никто не влияет поэтому девушка указала правильный путь но его надо вывести на следующий уровень просто общий такой вопрос вот современное искусство кто вас вдохновляет? я смотрела тоже ваши работы я же подготовилась изначально и они очень такие интересные если честно больше всего мне понравились ваши металлические инсталляции которые переосмысление Рембрандта это вот мне показалось настолько стильным и настолько красивым но вы в своих видео говорили что искусство это не о красоте ну смотри меня за эти скульптуры я все такими инсталляциями называла скульптурами мои друзья мнением которых я очень дорожу есть три пять человек ну таких как художников всю жизнь и они друг за другом всю жизнь наблюдают они видят как я обменялся уже 35 лет и часть из них меня очень сильно осудила один из них сказал так про эти работы это гимнасты на холте слона то есть он имел в виду что там есть какой-то очень интересный трюк ну трюк типа будет проще в этом смысле есть люди которые мне это очень нравится есть люди как вот этот мой коллега я не собираюсь скрывать естественно мнение считают что это слишком эффектно в этом смысле и один тоже очень близкий на мой приятель он зашел на мою выставку которая была в Кушкинском музее большая она так посмотрелась красиво ну типа приговоровалась типа красиво это плохо ну типа хотел меня слабого ну типа нету что оскорбить но или обидеть но просто вынести такое красиво ну то есть есть и есть и такое отношение вот очень интересно потому что тоже я когда смотрю современные выставки ну так бывает там онлайн попадающая я тоже для себя думала как бы как развивается современное искусство и по большому счету у людей или вот одно направление что мне кажется какое-то такое что-то создается такое эффектное что поражает воображение там бывает что-то большое но абсолютно глупое казалось бы ну сделали просто большое и это нравится да это постоянный прием вот но тем не менее вы же тоже вот чувствуете может быть вы тоже ну как бы вы же как художник вы понимаете это как бы изнутри да что ну как бы вот я например когда именно изнутри смотрю вот я про ну я знаю вот человек вот золотое ты делаешь людям это так нравится для меня это стало как вот проституция моей души вот я понимаю что я если я делаю золотое это будет нравиться но если например вижу там золото или еще что-то у других художников у меня как то что ли меньше уважения потому что я понимаю что это такое вот знаете как на больное надавил ну на какой то это такое ну типа это и так востребовано или вот мне хочется прям посмеяться сейчас очень модно смола вы не знаете ну резин арт вот эта смола такая эвоксидная смола и вот я смотрю в Америке да многие блогеры например сделают там используют и золото и белое это все правда и красиво да вот мне реально аж хочется сделать стёк что сделай любую фигню залею смолой и людям это таки вааааааааааау там современный арт но тем не менее именно так все правильно ты говоришь да иногда же вы согласитесь хочется что то красивое создать иногда же все таки получается так что это выглядит красиво да смотри это вопрос с красотой это дико тонкий вопрос современного русского дико тонкий Почему? Потому что впасть здесь в пошлость, в красивость или украшать такой набор слов очень легко. То есть найти вот этот баланс, чтобы в эту пропасть не свалиться, современное искусство, у него есть своя генетика. То есть оно родилось в определенных условиях в начале 20 века, и где слово красота входило в самое просто ругательное, что может быть. Что такое вот эти первые объекты, или то, что наш любимый квадрат, или там еще можно кучу привезти. Идите вы со всей вашей красотой, все, что вы считали красивым в течение веков, или даже тысячелетий, идите, ваш мир сгнил с этой красотой, от него уже воняет разложением. На самом деле есть суровая правда, давайте будем грубым материалом. Есть люди, которые считают, что там кубистические картины Пикассо красивы. Смысл был в том, чтобы приклеить песок, битое стекло, старые рваные газеты, еще что-то, порушить композицию. Идите все с этой красотой. Попробуйте внести сюда красивое, в этот организм, привить, сделать такую прививку и не впасть в сторону доброго пошлости, дико сложно. Поэтому хотеться тебе может, важно, что получится. Не свалишься ты ты. Очень мало кому удается решить эту проблему. Понимаешь, потому что ты говоришь свои желания, я хочу быть искренним, или я стремлюсь к красоте, или я стремлюсь к тому, чтобы преодолеть влияние. Да все так хотят, ну, кто не идет по легкому пути. Но искусство, это, ты ходишь в маневр, маневр. Между сцены и хариды, всюду опасности. То есть ты идешь, как действительно по проволоке, потому что ты можешь сразу свалиться в подражание, ты можешь свалиться. Вот это вот, да, это такая своеобразная по лингвистикам. Да, спасибо вам большое, очень интересно. Еще, вот я хотела спросить, кто вас вдохновляет, современных художников, из российских или не российских? Я, вот как я сказал, друг за другом, следил десятилетиями уже. Вы поделитесь, я с удовольствием посмотрю. Да, ну, во-первых, есть замечательная художница Ольга Чернышова, которая очень высокого мнения. Ты мало найдешь информации в интернете, она совершенно не публичная фигура, но невероятно высоко ценящаяся в художественной среде. И работа такие, вот то, что ты называешь, совсем не броски, то, что ты описывал, эффект, там ноль эффектов, за что, вот, я ее люблю, ноль. Просто вот так поставишь, и люди в него пройдут, что-то серое, казалось бы, не яркое, невыразительное, но это ее поэтика. Есть это... Извините, я сразу перебью, но вот, например, она не публичный человек, и вот эту просто глубину, получается, кто-то увидел в ее работах и поддержал. Да. Почему она стала такой вот... Совершенно верно, просто есть люди, которые... Я не помню, рассказывал ли это в лекциях, но повторю, может, я где-то это писал. Я был на грандиознейшей выставке в Майами, в Майами Бич, в Майами Аркдвазель, и там русское феерическое шоу. Каждый старается другого перещагалять размером, эффектом, шумом, яркость. И в углу, а, и ходит одна американская куратор, очень известная, ее ведет наш журнал, ну, тоже наш очень хороший искусствовед, такая Екатерина Ёгорьев, искусствовед-акуратор, суперстанец, объясняет ей на прекрасном английском. Так ходит, морщится, и Катя поворачивается ко мне, на русском говорит, ничего не понимаю, ничего не понимаю. И вдруг в углу, а, такие маленькие лайфмоксики с такими мутноватыми, черно-белыми фотографиями, самая неброская работа на выставке. И это куратор замечает, подходит, и единственный раз она достает свою записную книжку, по-моему, это была даже книжка с ручками айфон, и пишет Ольгу Чернышову. Это единственное, что заинтересовало. И Катя, которая знает, кроме вечера, ну, по-моему, с книгами, как она хорошо воспринимается. Вот видно, что настоящая эксперт. Нет, понимаешь, то есть, взгляд эксперта устроен так, что среди 500 работ он должен зайти и сразу на дебюты кучать. В этом суть профессионального воспитания. Что ты сам можешь разобраться, не зная ни одного художника, просто взглянув на эту работу, почувствовать, где есть реальная глубина. Вот это вот. А дальше уже это включает, конечно, например, с юбилевисты, которые это ценят, значит, продвигают. Есть такой художник очень яркий, а я написал о нем статью, всем рекомендую. Всем рекомендую статью. Художник Анатолий Осмоловский. А моя статья о нем, такой анализ, полный анализ творчества, не буду сейчас пересказывать, называется «Статуя в поэтической мифологии Осмоловского». Там подробно рассказано, чем он мне интересен. Есть художники Виноградов и Базарские живописцы, есть давно живущий в Кёльне, ну или где-то в Германии, художник Юр Линдерман, очень малоизвестный в широкой среде, тоже никакой публичности, я таких больше люблю. Он просто в ФБ выкладывает свои новые картинки, и есть небольшой круг, который очень ценит. Вот я к нему, например, отношусь, я не знаю, кстати, реальный размер, думаю, что у него небольшие, но настолько мощная работа, именно живопись, не имеющая никакого отношения ни к красоте, ни к чему. Ты чувствуешь, что за этим очень глубокое историческое, какое-то философское содержание, хотя он нигде не учился, у него нет художественного образования, то есть ноль. Но работа у меня хорошо это есть, тоже если брать живописцев, вот сейчас, в последнее время, на работе такой Харим Сокол, тоже, я все знаю по ФБ, я очень много, с внешним миром, есть живущая в Тель-Авиве художница Зоя Черкасский-Нади, пишет картины из старой советской жизни и из современной еврейской жизни в Тель-Авиве, очень смешные, очень лирические, просто невозможно без улыбки и слез даже на них смотреть. Есть наша художница Ирина Кулик, ну это... А, Ирина Кулик? Ой, простите, да, Ира Кулик, да, Ира Кулик, да, Ира Кулик, да, Ира Кулик, про Лерца, кстати, очень интересная, вот, а это Ирина Кулик, и... ну, есть Лавиат. Спасибо большое, я с удовольствием. Да, я очень рад, что я дружу, если бы сам. Ну, вы тоже в тусовке своей, все-таки, мне кажется, важно иметь людей, которые хотя бы друг друга как-то поддерживают, дают обратную связь, когда весь мир говорит, слушай, это вообще, да о чем, а тебе говорят, нет, давай... Нет, нормально, 3-5 человек, чтобы было вокруг тебя, ну, 7, с которыми ты нашел общий язык, которые разделяют эту систему ценностей, разделяют твоего понимания искусства, это самое главное. И вот, допустим, если взять, что, 80-е, 2-е, у нас был такой круг, вот он сложился, он был очень маленький, мы друг друга поддерживали, обсуждали, все это, это очень помогает. Мне 100 тысяч лайков, мне не нужны, а вот и 5 от моих, ну, мои друзья, они критически на столе, там все друг друга. Ну, хотя бы, когда они честно говорят. Абсолютно, там просто, там будут мочить друг друга, тебя съедят, твои регалии выпинут. Классно. У меня вот немного таких людей, которые, может быть, там меня и так поддерживают, но вот есть, кто меня вообще никогда не знал, кто случайно увидел работу, там, ну, клиенты, они пока мне приехали, «А, Маша!» И мне, я так, бывает, ну, мне так счастлива, это такой бальзам на душу, я думаю, боже, я не зря это делаю. То есть, ну, как бы, я тогда встаю, отряхиваюсь, такая, все, пошли дальше, хотя мне так порой бывает очень тяжело. Вот, Дмитрий, дорогой, спасибо вам огромное, я так счастлива. Вот, я вижу, что уже силы нас покидают, нужно попить водичку. Можно вас обжать, или это будет лишнее? Спасибо вам большое, я просто счастлива, что есть такие люди. Спасибо, что появились, мам, уединение, а то иногда тут неделями и месяцами вижу людей, я люблю этого общества. Но, когда его скрашивают, когда его скрашивают, то это прекрасно. Я рада, что в России есть люди, которые, ну, вы, знаете, рассказывают, вот, прям супер. Потому что, почему у вас нет ютуб-канала? Вы такой рассказчик. Слушай, смотри, я на самом деле, вот, если бы меня судьба обостряла, я бы просто сидел, бы читал книжки. Я люблю, я не люблю ничего делать, а заводить что-то, общаться. Я люблю самосовершенствоваться. То есть, я просто, ну, занимался бы спортом и читал книжки, я бы просто вообще ничего не делал. Поэтому, это же надо заводить что-то. За это время лучше еще и книжку прочитать. Ну да. Все, спасибо вам огромное. Вот, так что творите, ребята. Давайте скажем поближе. Ребята, творите, не останавливайтесь. Путь у всех разный. И творчество может быть у всех разное. Правда же? Главное, никого не слушать и идти своим путем. И картина, это тоже, это не панацея. То есть, можно себя проявлять и в этом, и в этом, и в этом. Вот, главное, учиться чувствовать себя. Это интересный и сложный путь. Вот. Все, благодарю всех. Благодарю вас. Ура! Ребята, ну все, мы уже вышли. Я так благодарна и так счастлива. И вообще, мне как-то, мы сейчас даже сидели пили чай. Я поделилась мыслями своими по поводу Кандинского. Помните, я снимала видео эзотерика и искусства. И о том, что весь этот дурдом, который мы наблюдаем сейчас в мире, в принципе, это то, что происходит с человеком в мире. И мне было очень приятно, что Дмитрий сказал, да, так и есть. Я такая, е-е-е-е. Вот так. Но мне уже было неудобно как-то это снимать. Я думаю, ладно. Вот. Ну, я вообще рада. Сейчас еду монтировать. Ура! 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 Не знаю, у меня такое счастье внутри. Прямо боли у тебя тоже. Да. Да, вот. Очень интересный человек. Такой глубокий. И такой простой. Правда же? Вот такой, знаешь, ну, прям, прям, вот, как на видео, так и в жизни. Я прям аж вот, мне на одном дыхание. На одной волне. Да, на одной волне. Мне даже нечего сейчас из видео вырезать, потому что мне нравится все. Вот. Поэтому вот так. Все, ребята. С вами была Мария, Дмитрий Гутов, Полина и я.